Святой Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою Божию, мы благодарны Тебе, что Ты учишь нас, как Отец учит детей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты, Дух Святой, направлен к нам, расположен к нам, Господь, и мы благодарны Тебе, что помазание, которое приходит в нашу жизнь, обучает нас, Господь, это очень ценно. Научи нас видеть в Писании то, что Ты хочешь нам сказать, то, чему Ты хочешь нас научить, Господь. Мы благодарим Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь. Итак, друзья, на этой неделе мы будем с вами изучать финансовые принципы, которые находятся в Писании. И наша тема называется «Финансовые принципы в Писании». Тема достаточно обширная и касается многих вопросов, и я бы хотел, чтобы мы с вами рассмотрели ее детально, для того, чтобы та сумятица, которая подчас есть в наших разумах, она остановилась, пришла ясность. И я верю, что мы должны в этих вопросах иметь ясность. И я верю, что будет благодать для нас, понимаете. Когда-то я помню такую зарисовку, в одной из книжек я читал такую историю. Когда крестоносцы собирались на войну, в крестовые походы, они принимали крещение. Они заходили в воду и их окунали, их погружали в воду. Но они держали в руке зажитый меч, поднимали его вверх, так, чтобы вода его не покрывала. Такой вот интересный символ. Почему они это делали? Они понимали, что то, куда они пойдут воевать, не всегда будет хорошо. Не всегда у них получится быть теми посланниками, которые идут и делают что-то такое доброе для Господа. И они понимали, что их меч, он не всегда будет справедлив, и не всегда они смогут его использовать во славу Божью. Вы знаете, когда люди становятся верующими, они приходят к Богу и готовы слушать о разных вещах. О том, как сделать жену лучше, как сделать мужа лучше, как дети должны быть послушные. Но когда дело касается финансов, люди сразу начинают напрягаться. Вы замечали это дело, да? Вот как вот эти крестоносцы, они заходят в воду и поднимают в руках кошелек. И говорят, Боже, давай вот так. Ты можешь менять меня, кромсать внутри, менять все, что есть внутри моей жизни, но давай денег ты не будешь трогать. Давай вот деньгами я буду сам распоряжаться. Вы переживали что-то такое? Я переживал, честно. Я помню, что когда я только обратился к Богу, я понимал, что рано или поздно мне надо будет разбираться с вопросами финансов, с вопросами пожертвований, например. Я слышал эти призывы, давайте будем жертвовать, а у меня внутри нет желания жертвовать. И я себе задавал вопрос, может я плохой верующий, может быть Богу не нравится, что вот так, и мне нужно покаяться в этих вещах. А с другой стороны, я себе думал, а в чем каяться? Ну, я зарабатываю какие-то деньги или там мне кто-то дарит эти деньги, что я должен их отдавать кому-то? Ну, достаточно сложно. И для меня тема финансов, она начала открываться постепенно. И Господь начал работать с моим сердцем. Я не могу сказать, что я все вещи понял, ну, вот однозначно, и не осталось никаких закрытых областей. Но я благодарен Богу за то, что уже произошло. И я всегда готов учиться тому, как лучше распоряжаться финансами и что лучше с ними делать. Вы знаете, Бог, реально говоря, Бог нас очень сильно любит. Ни для кого из нас это не новость, но тем не менее, именно любовь Его дает нам возможность учиться управлять финансами. Если мы посмотрим Библию, мы можем увидеть, что около двух с половиной тысяч стихов, больше двух тысяч стихов, говорится каким-либо образом в Библии, связанных с финансами. В том или ином степени. Например, у меня есть какое-то имущество, обладание, пожертвования, ну, вот именно в контексте финансов. Чтобы вы понимали, на некоторые духовные темы говорится намного-намного меньше стихов. Бог особым образом выделяет финансовую тему в Библии. И я считаю, что нам надо открытым лицом смотреть на эти вопросы и не бояться смотреть на эти вопросы, не сжиманничать, не делать какие-то такие ходы, типа, ну, да ладно, что вы, что вы. Просто садиться и разбираться с ними. Когда, когда Бог привел мою жизнь к тому, чтобы у нас с моей женой образовалась семья, мне было 23 года, и я не совсем четко понимал вообще, что такое семья и как живут в семье. И сам я не из богатой семьи, нет у меня, знаете, владельцев заводов, газет и пароходов в родстве. С простой рабочей семьи и как в советское время, в принципе, никто никого ничего не учил. Правда? Ну, то есть были щедрые люди, как и сейчас есть щедрые люди, были жадные люди. Считалось, что жадным быть плохо, а щедрым быть хорошо, но это все равно с таким легким, знаете ли, каким-то таким, как это говорится, с такой легкой примесью, как бы он такой щедрый, как бы как дурачок немножко, да, такой вот, да, вот это вот, что там он все раздал, там непонятно что. Вообще считалось, что грамотный украинец, он должен быть где-то таким себе на уме, да? Если сало не перепрятать. Ну, как бы дружба дружбой, но сало надо перепрятать, как говорят на Украине, 100%. При этом украинцы открытые люди, щедрые люди, гостеприимные люди, ну, это есть в культуре Украины. Но при этом надо как бы держать ухо в остро. И когда Господь нас привел вот к таким взаимоотношениям, когда у нас появилась семья, я понял, что, в общем-то, я вообще не понимаю, как вести домашний бюджет. Может быть, те, у кого есть семьи, уже тоже сталкивались или переживали что-то подобное. Вот у меня был кошелек, и теперь их два. Но только непонятно, где там что должно лежать. Или у моей жены должны все деньги быть, или у меня должны... Ну, по идее, меня же учили в церкви, что я хозяин в семье, да? Как я скажу, так и будет, по идее, теоретически. А когда ты сталкиваешься с такой практикой жизни, ты понимаешь, что не все так просто. Вот ты идешь с молодой женой по городу, вот она что-то захотела. И ты понимаешь, что как бы денег особо нет, но отказать тоже как-то не с руки. Ты что-то захотел. И она тоже понимает, что это ерунда, которая пришла тебе в голову. Но не хватает еще смелости. И очень часто молодые семьи, они легко начинают с долгов. Еще до того, как они становятся семьей, семья становится в долгах. Потому что одолжили на свадьбу. Многие берут кредиты, и начинается вся эта эпопея. Первый год, ну как же мы простую свадьбу сделаем, если все делают богатую. Ну как же мы не поедем в свадебное путешествие, если все ездят. А как же я фотографии ВКонтакте не выставлю, если мы... Ну это ж абсурд, да? Вот все так делают. Ну нету денег, ну нету работы, ничего, одолжи. Это нормально, все одолживают, все в кредит живут. Давайте мы будем жить. И так начинаются семьи. Вы знаете, в Америке, например, очень и очень много молодых семей в первый год приобретают, я не помню точно цифру конкретную, но около 100 тысяч долга. Сразу же, в первый год обычная молодая американская семья получает кредиты. Это очень легко. И тому, и тому нужна машина, возможно, кто-то из них еще учится, родители перестают платить за учебу. А мы говорили с вами, что учеба дело дорогое, да? В Америке. И у нас тоже дорогое. Потом кто-то что-то захотел, куда-то полетели, куда-то посмотрели, обновили одежду, сняли новое жилье, а теперь же они же вместе живут. Начали питаться, соответственно. Вот и таким образом получается 100 тысяч и дальше, и больше. То есть 100 тысяч, это как бы все только начинается. Мы не живем в Америке, но тем не менее проблемы у нас примерно те же. Мы легко до недавнего времени брали кредиты, и многие люди сейчас на фоне того кризиса, который есть, они страдают от этих кредитов, особенно если это валютные кредиты, потому что зарплаты очень сильно отстают от того, как быстро все дорожает и развивается. Итак, после того, как прошло несколько недель, недели две или три, я помню, что я смотрел на все происходящее и понимал, до минуса нам осталось очень мало. Просто очень мало. Еще вот несколько каких-то таких вот непонятных. При том, что мы нельзя сказать, что мы что-то как бы сильно тратили или что-то, но я понимал, что нет какой-то системы, которая бы позволяла то немногое, что у нас было, сохранить. Было сложно. И мы начали реально молиться. Молиться о том, чтобы Бог наставлял нас. Что нам делать? Как нам делать? Потому что до этого у меня не было такой практики, я не одалживал деньги, я не был должным никому. И моя супруга, она тоже не была должна никому ничего. То есть у нас не было такого вот, знаете, как есть люди, которые легко одалживают деньги до получки, а потом легко отдают или забывают, или скрываются от этих кредиторов своих друзей. Не было. И мы вместе понимали, что будут серьезные проблемы у нас. Еще вот чуть-чуть, хотя была работа и все остальное. И Бог начал нас учить финансовым принципам, учить, как вести домашний бюджет, как вести домашние дела таким образом, чтобы не быть никому ничего должным. Это было сначала очень робкое такое ухождение, неопытное, потому что у нас было мало жизненного опыта, вообще даже понимания того, что оказывается можно экономить, оказывается можно без чего-то обойтись, особенно когда денег нет. Но тем не менее, сначала Бог показал общую структуру, как должен выглядеть домашний бюджет. Через некоторое время мы начали понимать, что вот так сильно просто, надо усложнять. Мы не справляемся в этих, в этих, в этих моментах, но минуса не было. Мы к нулю так вот, знаете, рядом, но не минус. Рядом, но не минус. И как только мы начали использовать эти принципы, уже вот это вот, как бы, движение вниз, оно остановилось, и хотя бы мы начали держать где-то стабильно, так вот, знаете, более-менее живые. Через время Бог снова начал показывать моменты. Мы об этом всем, об этих моментах поговорим с вами обязательно детально. И вы знаете, фактически за всю нашу семейную жизнь у нас никогда не было долгов. Я считаю, что это чудо в наше время. И мы не были должны никому, ничем, ни в каких суммах. И по-прежнему даже на сегодняшний момент, несмотря на всё, как сложно, мы не должны. И я вижу в этом, результатом этого, это вот следование этим принципам. Через время я начал интересоваться этим более детально финансами. И оказалось, и для меня это было большое потрясение, что существует целое движение верующих людей, которые учат других людей, как распоряжаться финансами. Оказалось. В частности, я столкнулся с таким служением, возможно, кто-то из вас слышал, Crown Ministries. Да? Судя по хитрому лицу Эрики, она об этом всё знает, да? Вот. Ну, хорошо. Остальные не знают. Тем не менее, когда я впервые увидел эти учения, я был впечатлён. Почему? Потому что я искренне увидел, что они учат тому, что Бог нам открыл. Вообще, реально. Я просто... Такое было ощущение, что они где-то у меня вот просто переписали. Ну, у меня не было оно изложено. Но вот я точно так действовал. По откровению. Как Бог им открывал, оказывается, уже годы. И многие вещи, о которых я не догадывался, они уже имели опыт с этим. И они действительно очень хорошее, зрелое служение в нашем с вами сегодняшнем разговоре. И в последующих днях мы будем также руководствоваться некоторыми принципами, которые касаются их служения. Посему, друзья, я верю, что Божий план для каждого человека — иметь порядок в финансах. Потому что это во многом отражает процессы жизни человека. Вот если спросить, что у тебя происходит в финансах, об этом и человек скажет, у меня там стабильные долги. Для меня это сигнал, что долги, они не приходят на голом месте. Вы знаете, бывает такое, что человек попадает в какую-то сложность. Например, он ехал на машине, и он колесо отваливается. Такое бывает. И получается большая авария, три машины еще зацепляются, и он становится должным очень большое количество денег. Такое бывает, но это форс-мажор. Мы не можем с вами вообще это просчитать, согласитесь, правда? Никто не мог просчитать из нас, что будет война. Никто не мог из нас просчитать, что будет инфляция. Вот такая безумная, быстрая, резкая. Никто из нас не может просчитать, что упадет какой-то астероид, например, или будет еще что-то такое. Это форс-мажор. Но, к счастью, такие вещи не так часто случаются. В основном причина бедности людей — это простая либо неграмотность, невежество такое вот, как есть, либо простые человеческие похоти, которыми человек руководствуется. И если мы посмотрим реально на окружающий наш мир, то мы увидим, что весь мир построен на то, чтобы возбуждать в человеке похоть. Вся реклама, вообще суть рекламы в том, чтобы вы хотели. И суть моды. Почему мода обновляется раз в году, например? Или весна и осень, сезонами обновляется. Вы должны хотеть этого, потому что это приносит прибыль определенным компаниям, определенным людям. Ведь фактически ваши вещи, которые вы носите, они же не изнашиваются за полгода. Их еще можно несколько лет там носить, и они вполне даже ничего. Почему не делать моду, например, показ раз в пять лет? Потому что они не завалятся. Но совершенно верно, они не завалятся. Для них выгодно, для компаний, которые торгуют вещами, выгодно, чтобы мы с вами хотели. То же самое с телефонами. Ты смотришь, новая линейка телефонов, и думаешь, ну что ж там такого нового? А там ничего особого, покрасили в другой цвет. Или там добавили какую-нибудь ерунду, без которой спокойно можно жить, и ничего не изменится. Ничего не изменится. Но уже ты должен его хотеть. И ты берешь свой старенький четырехмесячный телефон, и хочешь его уже поменять. Он тебе уже не интересен. Ты хочешь что-то новое и важное. Так работает этот мир. И очень часто мы не способны противостоять ему. Итак, Бог очень много упоминает о финансах в Писании. Очень много говорит о принципах финансовых. Почему? Есть духовные причины на это. Прежде всего, мы должны понимать, что деньги являются главным конкурентом Бога за господство в нашей жизни. Что я имею в виду? Смотрите, друзья. Написано в Матфея 6 главе 24 стихе. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея 6, 24. То есть, говорится о том, что существуют два господина. Согласитесь, когда человек берет, например, кредит, является ли этот кредит для него господином? Безусловно. Правда? Например, предположим, вы верующий, мы говорим вообще с точки зрения верующих людей, вы решили взять кредит на квартиру. Ну а что делать? На 30 лет какой-нибудь там супер-пупер выгодный кредит для вас. Что изменится в вашей жизни? Изменится абсолютно все. Почему? Потому что каждый месяц вам необходимо прийти в банк и положить там 500 долларов для того, чтобы вернуть этот кредит. В конечном итоге вы купите через 30 лет 3 квартиры за те деньги, которые вы туда занесете. Так устроены кредиты. Может быть, для вас это новость. Вся ваша жизнь изменится. Вы не можете заболеть, потому что вам нужно принести раз в месяц эту сумму. Вы не можете никуда уехать. Вы не можете поехать на миссию куда-нибудь. Вы привязаны к этим 25-40 метрам жилой площади. Вы становитесь теми, кто служит. Ваша жизнь, она посвящена тому, чтобы у вас была вот эта жилплощадь. И я понимаю, что можно сказать, ну а что? Все так делают, все так живут. Но на самом деле не все так делают и не все так живут. И люди, которые умеют пользоваться калькулятором, они так не делают. И поверьте мне, банкиры, которые выдают кредиты, они понимают, о чем они говорят и как это все работает. Никогда банк не будет работать себе в убыток, как бы вам приятно это все не рассказывали. Всегда будет, ну как бы стабильная прибыль. Есть два господина. И либо ты одному будешь служить, а другого просто времени не останется, либо другому. И написано, что не можете служить Богу и мамоне. Мамона это деньги, это финансы. При этом мы поговорим с вами о том, что сами по себе деньги и имущество не являются злом. Это очень важно понимать. Потому что многие так и говорят, это вот типа финансы, они такое, что-то нечистое такое. У меня было такое представление, я не знаю, откуда оно было взято. Возможно, это еще были пережитки советского времени. Что богатые люди не могут быть богатыми и быть верующими. И быть честными. Что богатство не бывает честным. Что всегда за всяким богатством стоит какая-то грязь и какая-то нечистоплотность именно человеческая. Что вот эти вот верующие, которые имеют какие-то финансовые плюсы, достатки, какой-то бизнес, что все равно где-то там есть что-то такое. А вот я, знаете ли, хоть и бедный, зато честный. Вот именно вот такой. И это образ Советского Союза. Если вы вспомните политинформацию тех времен, кто когда-то читал эти книги, или газеты, вернее, вы можете увидеть, как рисовали буржуев. Помните, как они выглядели? Пузатые, похожи на евреев, с пачками денег, такие именно владельцы. Вот в моем понимании это именно владельцы заводов, газет, пароходов. Как рисовали советских людей. Поджарые, они кушают мясо редко, в основном овощи, они всегда работают касками, они ездят на отдых в Крым, в какие-то Сочи, если повезет, санаторий, в палатках. Вот это тоже хороший образ дешевого отдыха такого. Что нам ваши мартини? Кто там слышал про мартини в советское время? Никто даже не знает, о чем речь. Вот мы отдыхаем на дачу, а как мы на даче с вами отдыхаем? Именно так, что когда выходим на работу, то мы счастливы, что именно мы уже на работе, потому что дача нас уже просто радовать больше не может, мы уже там все. А дача это тоже не так все просто, да? Потому что дачей обладали не все люди, но, конечно, тоже надо было иметь какие-то связи, чтобы обладать этой дачей. И она работала для того, чтобы заработать. Совершенно верно, за это жили. Хотя непонятно зачем, потому что денег все же хватало, согласитесь, на мешок картошки. Можно было не умирать на том огороде за мешок картошки, который стоил там на те деньги рубль. Но если бы ты не работал, это было бы очень подозрительно в том обществе, правда? На огороде. Значит, у тебя есть какой-то странный доход, не учтенный нашей налоговой системой Советского Союза. Итак, первое послание к Тимофею 6.10 говорит, что корень всех зол есть сребролюбие. То есть корнем зла, которое происходит в сердце человека, является не серебро, а любовь к серебру. И здесь есть большая разница в этих понятиях, потому что деньги сами по себе, они нейтральны. Так же, как и, например, может перед вами лежать нож. Это нейтральный инструмент. Он может быть как добрым, а может быть и плохим. Или кусок арматуры. Это может быть просто строительный инструмент, а может быть оружие. И смотря, как человек будет его применять. То же самое, когда мы говорим о деньгах. Можно использовать его на Божье дело, а можно использовать его на себя. И имеется в виду в плохом каком-либо контексте. Можно покупать вещи, которые ведут человека к греху. Итак, мы сейчас сделаем с вами перерыв и дальше продолжим. Продолжение следует...